Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. Новости, фото, видео читай. И для чего она нужна, расскажем сегодня. Подробнее обо всем далее. Когда решить проблему не удалось на местном уровне, в Полоцке личный прием граждан провел помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Витебской области Анатолий Леневич. Какие вопросы озвучили в ходе приема жителей региона, расскажет Юлия Рубцова. Сегодня на приеме граждан, которые в Полоцком райисполкоме проводят помощник президента, инспектор по Витебской области Анатолий Леневич, немноголюдно в числе записавшихся на прием четверо человек. Это жители Полоцка, Ветрина и Фаринова. Жители двух поселков обратили внимание помощника президента на работу Полоцкого ЖКХ. Благоустройство дворов и улиц, ремонт жилых домов, установка водосточных труб. В числе других вопросов, которые поступали от Палачан, нарушение прав и трудоустройства. Есть повторные обращения, которые неоднократно уже проходили. На них даны и разъяснения, и ответы. Есть обращения в инстанции, такие как суд, и вынесены решения суда. И только вышестоящая инстанция может отменить решение суда, которое было вынесено ранее. Но, тем не менее, нужно прислушаться к заявлениям граждан, рассмотреть все стороны вопроса. Потому что иногда вопрос можно на местном уровне решить более актуально и, можно сказать, с меньшими затратами. Частично разъяснения обратившимся были даны в ходе приема. Сюда приглашены руководители всех служб райисполкома. А ответы на вопросы, которые требуют более детальных разбирательств, обратившиеся, получат уже в письменной форме. Решение поступивших в ходе приемов вопросов помощник президента по Витебской области Анатолий Линевич взял под личный контроль. В Полоцком регионе Анатолий Линевич, который был назначен на должность в конце июля, прием граждан по личным вопросам проводит впервые. Отвечая на вопросы журналистов, он также озвучил направление, которое, на его взгляд, требует большего внимания со стороны местных органов власти. Вопросы везде постоянные и одинаковые. То есть это дороги, это жилье, это трудоустройство, это благоустройство. Поэтому этому, конечно, и будем уделять большее внимание. Ну а то, что касается приема граждан, то есть будем проводить это регулярно. Люди не должны бояться прийти на приемы, рассказать о своих проблемах, отметил Анатолий Линевич. Если есть проблема, ее нужно решать сообща. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Второй этап оперативно-тактических учений стартовал сегодня в войсковой части 55719. Военнослужащие отправились на оперативно-тактические учения на полигон Российской Федерации «Ашулук». По этому случаю в части прошло торжественное построение личного состава. Товарищ полковник, личный состав 377-го гвардейского зенитного ракетного полка для проведения торжественного построения, посвященного началу второго этапа оперативно-тактического учения, построен. Для войсковой части 55719 оперативно-тактические учения на российском полигоне «Ашулук» стали уже доброй традицией. Вот уже на протяжении нескольких последних лет они в числе постоянных участников. Неизменной остается и задача, стоящая перед личным составом – отработка практических навыков по проведению боевых стрельб. Цель и задача основное – это успешно выполнить данную задачу, получить положительную оценку, не ниже, хорошо. В принципе, как каждый год. Не первый год мы уже участвуем в этих оперативно-тактических учениях. В прошлом году более масштабно было для нашего полка, что касается убывали со своим вооружением военной специальной техникой. В этом году более сокращенным составом. Поздравить военнослужащих с ответственной миссией прибыл и начальник полоцкого гарнизона Александр Скальзаев. Он отметил, что первый этап учений проведен с хорошими результатами. Теперь главная задача – эти результаты сохранить и приумножить. А для этого придется мобилизовать все силы, знания и умения. Для личного же состава части, а это 9 лучших военнослужащих, которые отправятся в Ашулук, оперативно-тактические учения – своего рода экзамен, к которому готовились целый год. Нам доверена большая такая честь представить наш боевой расчет 2-го дивизиона в составе, участвовать в проведении боевых стрельб на российском полигоне Ашулук. Это большая уверенность подтвердить свое мастерство, навыки, которые мы приобрели за это время. Много чего достигнуто. Показать свои результаты еще раз. Завершатся учения 22-го августа. В этот день на полигоне пройдут практические стрельбы. Волковыск, Новогрудок, Слоним, Минск. В нынешнем году в этих белорусских городах срок отключения горячего водоснабжения значительно сократился. Четыре дня неудобств и снова с горячей водой. В чем секрет и возможно ли прийти к этому в Новополоцке, расскажем далее. Придезолированные трубы при проведении плановых работ по замене и ремонту тепловых сетей используются все чаще. И это неудивительно. Сегодня ПИ-трубы позволяют минимизировать отключение горячего водоснабжения в межотопительный период. Есть такие трубопроводы и в Новополоцке. Сегодня из 205 километров тепловых сетей, закрепленных за Новополоцкой ТЭЦ, порядка 25% составляют как раз таки ПИ-трубопроводы. Специалисты отмечают, такого рода тепломагистрали имеют выраженное преимущество перед металлическими. Это более низкие теплопотери в сравнении с трубопроводами стандартной прокладки. В некоторых случаях они не требуют специальной подготовки к укладке, то есть их можно укладывать бесконально. Наличие системы оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет определиться с наличием дефекта на этой трубе и довольно точно определить место, характер повреждения. Кроме того, ПИ-трубы более долговечны, срок их эксплуатации – 50 лет. К слову, при полном переходе на ПИ-трубы появится возможность сократить сроки отключения горячей воды. В Новополоцке пока об этом говорить рано, а вот, например, в Волковыске, Новогрудке и Слоними – такая практика уже есть. В нынешнюю ремонтную кампанию жители этих белорусских городов оставались без горячего водоснабжения. На 10, 7 и 4 дня, соответственно, вместо привычных для новополочан – 14. Капитолина Зинкевич, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. В 40 населенных пунктах Витебской области ведется проектирование и строительство станции обезжелезивания, сообщают Витебские вести. В первую очередь, станция обезжелезивания появится в тех регионах Витебской области, где остро стоял вопрос качества питьевой воды. В этом году введены в эксплуатацию 8 объектов, еще на 5 завершены работы и на 2 продолжаются – в Бешенковичах и Агрогородке Вархе Городокского района. На эти цели предусмотрено порядка 8,5 миллионов рублей из республиканского и областного бюджетов, а также почти 5,5 миллионов долларов из средств займа Международного банка реконструкции и развития. Помимо этого, до 2022 года планируется строительство еще 80 станций обезжелезивания небольшой производительности в сельских населенных пунктах области за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. Это позволит улучшить качество питьевой воды для 30 тысяч жителей Витебщины. Ожидаемый показатель обеспеченности потребителей водой нормативного качества на конец 2019 года составит почти 95%. В 2020 году предусматривается строительство 72 станций обезжелезивания, 32 за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и 40 за бюджетные средства. Члены парламента детей и учащейся молодежи провели тренинг по информационной грамотности для участников лагеря труда и отдыха «Нефтеград». Что же такое информационная грамотность и для чего она нужна, выясняла и наша съемочная группа. Как сориентироваться в современном информационном потоке, отличить достоверную информацию от утки, не попасться на удочку мошенников, выясняли участники тренинга. И все это в форме игры и живого общения, быстрого обмена мнениями. Именно в этом и заключается суть тренинга. Тренинг – это более активное взаимодействие с людьми, а когда ты взаимодействуешь с ними, это как-то приводит к более лучшему запоминанию информации. Эта тема очень важна, потому что на данный момент очень много сваливается потока информации на детей, на подростков, и не каждый может разложить ее по полочкам и именно понять. И это далеко не единственное мероприятие, участниками которого стали ребята из лагеря труда и отдыха «Нефтеград» Белорусского республиканского союза молодежи. Помимо их основной работы, а это благоустройство учреждений образования «Новополоцка», ребята принимают активное участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. «Подобная программа, она развивается и она используется для каждой смены лагеря труда и отдыха, и ребята остаются в восторге. И тем не менее, что, наверное, действительно здорово, они предлагают свою инициативу и проводят даже сами для себя что-то из мероприятий». На следующей неделе нефтеградовцев ожидают матчи по футболу и настольному теннису, а также экскурсия по Новополоцкому хлебозаводу. Воспитанники Новополоцкого училища Олимпийского резерва в списке призерах первого этапа Кубка Белорусской Федерации Биатлона. Соревнования объединили в Гомеле сильнейших спортсменов со всех уголков страны. Кубок Белорусской Федерации Биатлона уже по традиции начат с летнего этапа. Решение ввести летний этап в календарь Кубка на постоянной основе было принято еще в прошлом году. Программа соревнований включала в себя суперспринт, гонку с массовым стартом и смешанную стафету. Всего в первом летнем этапе, который накануне состоялся в Гомеле, приняли участие 140 юных биатлонистов. Они прошли отбор в своих регионах за право соревноваться на первом этапе Кубка Белорусской Федерации Биатлона. Бороться есть за что победители. В общем зачете в своих возрастных группах по итогам пяти этапов отправятся на восьмой этап Кубка Мира в Финляндию в качестве зрителей и болельщиков нашей команды. После первого этапа лидерство в командном зачете захватила Витебская область. Есть в этом вклад и воспитанников Новополоцкого училища Олимпийского резерва. Первое место в суперспринте у Святослава Зайченко, Карины Ануфриенко и Елены Надольской. Лидерство в смешанной стафете у Карины Ануфриенко и Кирилла Криленко. Впереди четыре зимних этапа. Ближайший пройдет в Новополоцке с 24 по 27 декабря. Таковы новости на сегодня. Я лишь напомню, что наши программы доступны на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале нашей телерадиокомпании. Также следите за событиями городской жизни в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего доброго! Субтитры предоставил DimaTorzok Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75-40-00.